Дефицит квалифицированных кадров – одна из самых острых проблем в аграрном секторе страны. Как ее решить, обсуждали в Алматы на первом международном форуме молодых ученых. Оскар Сергалиев рассказывает. Площадкой для презентации, жарких дискуссий и мастер-классов в этот раз стал Казахский национальный аграрный университет. Два года назад здесь был открыт агротехнологический хаб. За это время на его платформе было разработано 70 инновационных проектов, которые нашли практическое применение в ряде регионов Казахстана. Еще 40 ноу-хау молодые ученые и студенты представили сегодня на международном форуме. Это применение беспилотно-летательных аппаратов в сфере сельского хозяйства. Один словом, снимки полученные при помощи беспилотно-летательных аппаратов и сшитые в одном программном обеспечении, и которые помогают фермеру выявить его проблемные участки. А эти ребята нашли самый оптимальный и безопасный для экологии способ борьбы со смертельно опасными для домашнего скота водными паразитами. Каждый год на их уничтожение один только фермер тратит около 400 тысяч тенге. Вместо этого студенты предлагают купить самых обыкновенных гусей и уток. Эксперимент показал, что водоплавающие исправляются не хуже вредных химикатов. Этот метод уже нашел применение в трех фермерских хозяйствах на юге Казахстана. Около 70 проектов сегодня непосредственно внедряются во всех регионах республики Казахстан. И 5 миллиардов тенге сегодня. Общая сумма проектов, реализуемые агротехнологическим хабом. При окончании университета вместе с дипломом они выходят конкретно стартап-проектами. По словам руководителя вуза, 81% выпускников без труда находят работу. Однако далеко не все отправляются в село, чтобы применить свои знания на практике. Одна из главных причин – низкая зарплата. Ну а большинство из тех, кто мечтает стать аграрием, не могут набрать необходимое количество баллов для поступления. По последним данным, по результатам ЭНТ, 54% ребят, которые приезжают в сельской местности, пороговый уровень набрать не могут. Это говорит о том, что в сельской местности все-таки ребята уровень знания ниже, чем у городских. Городские к нам, сельские, даже если поступают, то они в село не идут. Они дальше идут в магистратуру, в докторантуру. В Казахстане сейчас насчитывается 200 тысяч агроформирований. Из них 94% – это крестьянские и фермерские хозяйства. И далеко не каждый сельский предприниматель готов принять на работу квалифицированного специалиста и платить ему достойную зарплату. Поэтому эксперты предлагают в районах создавать агрофирмы, которые смогут оказывать практическую помощь сотням и даже тысячам фермеров. Также рассматривается вопрос вне конкурсного приема на учебу сельских ребят после армии.